Нетаньяху блокирует создание госкомиссии по расследованию атаки Хамаса 7 октября, СМИ. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проталкивает в парламент закон, запрещающий создание государственной комиссии по расследованию террористической атаки палестинской группировки Хамас 7 октября 2023 года. Вместо нее глава правительства предлагает создать другую комиссию, чтобы снизить риск возможной ответственности. Об этом сообщает Новости Украина, со ссылкой на The Times of Israel. Отмечается, что вместо государственной комиссии законопроект позволит создать политическую комиссию по расследованию, которую возглавит один депутат от коалиции и один депутат от оппозиции. В нее также войдут высокопоставленные чиновники службы безопасности. Нетаньяху неоднократно откладывал создание государственной следственной комиссии, которая является органом, имеющим широкие полномочия до принятия израильского законодательства для расследования просчетов правительства, которые сделали возможными смертоносные атаки Хамаса. Премьер утверждал, что все расследования необходимо отложить до завершения боевых действий в секторе ГАЗа. На днях израильская газета ГААМ сообщила, что Нетаньяху обдумывает возможность создания альтернативного специального комитета для расследования этого вопроса. Лидер оппозиции Айр Лапид предупредил, что политическая следственная комиссия не может и не будет создана. Мы будем голосовать только за государственную следственную комиссию, сказал он. Депутат Мирав Бен Ари из партии Лапида Эшатит также выступает против этого плана и обещает, что оппозиция не будет сотрудничать с попыткой Нетаньяху избежать ответственности за массовые убийства 7 октября. Мы используем каждое парламентское право, которое у нас есть, чтобы торпедировать, не допустить. Редакция, законы, отметила она. Война Израиля против Хамас. 7 октября 2023 года боевики палестинской группировки Хамас вторглись на территорию Израиля из сектора ГАЗа. За первые дни вторжения погибли более 1200 израильтян, еще 250 человек были взяты в заложники. С конца октября армия обороны Израиля проводит в секторе ГАЗа военную операцию по уничтожению террористов и организации Хамас. В результате боевых действий в регионе погибло большое число гражданских жителей. По подсчетам Министерства здравоохранения, количество жертв достигает нескольких десятков тысяч человек. США и ряд стран ИС критикуют израильское правительство за чрезмерно жесткие методы ведения войны и нарушения гуманитарного права. Сенат в США может принять законопроект о блокировании продажи оружия Израилю. Причиной является блокирование страной гуманитарной помощи, в которой остро нуждаются палестинские гражданские лица в ГАЗе. Ранее Хамас отклонил предложение Египта о прекращении огня и обмена заложниками в секторе ГАЗа. По данным СМИ, в октябре Израиль мог обменять тело ликвидированного лидера Хамаса Яхью Сенвара, в обмен на освобождение заложников в секторе ГАЗа.